Добрый вечер, друзья! В эфире 78 выпуск передачи Жесткий стробоскоп У нас в гостях Виктор Зуев Меня зовут Петр Сальников Сегодня мы будем обсуждать итоги недели Про игры и всякую фигню Которых окружает Поговорим про то, что вышло Поговорим про то, что выйдет, почему И на что именно вам стоит потратить деньги В ближайший там какой-то период Не забывайте нам писать в твиттере С хэштегом И в скайп добавляйте Абонента hotline.gmbox Для того, чтобы задавать нам вопросы В том числе и голосом Если все сложится хорошо То мы с удовольствием послушаем Ваши вопросы прямо в эфире Петь, я подумал, что будет Через 10 выпусков Когда будет то же самое Нет, у Hotline будет другая цифра Ты будешь говорить и в эфире Весь вечер Почему это тогда? 78 плюс 10 Сложи И ты получишь магическое Мы можем ее пропустить Заболеть на этот выпуск Секретная передача для своих Да Так Как дела, Витя? Отлично Прекрасно Сегодня наш совместный сайт Проект с Петром Disgustingman.com Обзавелся новой стильной одеждой Новый редизайн Заходите Можете параллельно это делать Оставлять свои комментарии Или писать здесь Насколько все хорошо Плохо Что исправить Что добавить Мы Добернуть как надо, конечно Да Это обязательно Первый же комментарий Был лучше Да И при этом Мы, соответственно Поскольку сидим здесь В студии Можем еще Что-нибудь Вам ответить Прямо здесь, сейчас Прямо тут ответим Прямо тут ответим Да, ну а пока Вы собираетесь с мыслями Чтобы поздавать нам вопросы Мы вам расскажем Про то Чем же стала Чем же стала Уходящая неделя Второе-восьмое февраля Для всех нас Для всех вас Несмотря на то Что сейчас всего лишь Пятый февраля И неделя Все еще идет В том числе Рабочая На кикстартер Соберут деньги На продолжение Ultima Underworld Представляешь себе Ты вообще помнишь Что это такое Это практически Первая игра В которой был Вот этот уровень Погружения РПГ От первого лица Систем шок Фэнтези Я почему-то Вспомнил Другую Ultima Видимо не Underworld А первые Ultima Где елочки Это были такие Палочки С четырьмя палочками В разные стороны А человечек Это было Он помещался Ровно в один квадратик Ну то есть Вот как мы рисовали В детстве Кстати мы увлекались Этим Что рисовали Свои игры В тетрадях И как раз Вот клеточки Квадратики Нам очень помогали Для отрисовки Подземелий То есть Фактически Мы предсказали Появление Вот этих вот Пошаговых Тетрадь в клетку Это был твой движок Абсолютно Поскольку двигаться Нужно было Исключительно По клеточкам Игр тогда Не было вообще Это был класс Я не знаю Четвертый Пятый Мы о них слышали Мы слышали об играх И понимали Что надо Что-то с этим делать И рисовали В тетрадях Некоторые умельцы Вот к сожалению Потерял связь С одноклассниками Может быть действительно Некоторые стали Геймдизайнером Потому что Проявлялось Сосед подачи Сделал великую игру Сталин против марсиан Но я говорю О школьниках своих И у некоторых Знаешь Какие-то проблески Геймдизайн Провелились еще тогда Когда не было Не то что игр Но и собственно Такой профессии Мы не знали Рисовали прекрасные Лабиринты С прекрасной Игровой механикой С предметами С инвентари Которые нужно было Отдельно у себя Собирать Потрясающе Школа вообще Лабиринты Лучшее время Для создания игр Друзья Так что Underworld Я понял О чем-то Это уже более Продвинутая ультима Честно говоря А почему бы и нет Какого черта Ты бы знаешь Какого черта Нет Почему? Не знаю Слушай Мне кажется Что старый режим РПГ Они очень Для узкого И очень маленькой Тусовочки Вот те кто помнит И те кто хочет Пожалуйста Я не из этой категории А для новичков Это будет Зубодробительная РПГ Она будет сложнее Чем Я не знаю Чем Dark Souls Например Это же РПГ Были абсолютно безбашенные Где если ты неправильно Вкачался Ничего не объясняют Если ты неправильно Ничего не подсказывают То есть ты в середине игры Потратив условно 60 часов Понимаешь Что ты делал все не так И ты дальше просто не пройдешь То есть что бы ты ни делал Ты уже проиграл То есть получается Где-то на 30-м часу Ты уже проиграл Но ты не знал Ты играл еще часов 30 А потом уперся уже В некую непроходимую точку Не можешь заломать дверь Да Ну да И все И прокачаться уже не может Потому что монстры все мертвые условно Ну не важно Там найдут Чем тебя И вот в эти моменты Можно включить Пейвол Так называемый Чувак Ты можешь прокачаться Если занесет бабло Именно так работает Фри-то-плей на РПГ Мне кажется Фри-то-плей на РПГ В принципе придумали люди Которые играли в Ультиму И такие Ну Я бы здесь денег бы дал Настоящих Чтобы вы меня пустили дальше Кстати Бывали такие моменты В сложных играх Когда не было возможности Никак пройти И ты уже готов был Вот на все Только чтобы этот момент пройти Ты готов Ну ладно Вот если бы на экране Там у меня появлялась надпись В те годы еще Сейчас это игры простые На самом деле Вот А тогда если в те годы Появлялась бы надпись Заплати 100 рублей Вообще бы не думал Вот А сейчас я честно говоря Не понимаю За что играют фри-то-плейщики Ну какая в ферме Может быть сложность Ну только время Ну да Сколько еще игры По вселенной Warhammer Анонсирует до конца недели Спрашивает Это очень хорошая Давай расскажи Что случилось Во вселенной Warhammer На этой неделе Да Я сейчас Наших крутых технорей Спрошу Нет ли возможности Поставить сейчас Трейлер Warhammer End of Time Vermintide Трейлер 13.2 Да Длинное название Но Vermintide Я думаю Минут через несколько Минут через несколько Супер Супер А пока обсудим Shadow of the Hornedrive Потому что Ну почему мы собственно Верментide Вспомнили Потому что буквально вчера Анонсировали еще одну игру По вселенной Warhammer Но на этот раз Fantasy Battles То есть Warhammer Фэнтезийный Вроде По описанию Это будет Left 4 Dead Только в фэнтезийном мире Многие кстати думают Что Warhammer Fantasy Battles Это исключительно Про магию И мечи Не совсем так Там есть и мушкеты И пищали И пушки То есть Left 4 Dead По вселенной Warhammer Fantasy Battles В принципе Я представить себе могу Как ты разряжаешь Кремниевый мушкет В лицо Гигантской крысе А потом мечом И добиваешь В принципе Это даже интересно О чем В принципе Она повествует О неком Крысином нашествии Они В мире Warhammer Fantasy Battles Называются Скевены То есть Они не крысы Не ревс Ничего Именно скевены Такая раса С одной стороны Неприятная С другой Она очень интересная Крысолюди Крысолюди Да Там есть Как крысы Условно Размером с человека А есть Огры Крысы Размером Уже С твою мать Вообще С твою мать Размером Да И Вот кстати Как разговор О ремейках На что бы я занес Денег Это на ремейк Warhammer Шэдов Эхорна Трэд Это первая Для айпэда Может быть Она же была Реалтаймовая Она была Реалтаймовая И она была Это первая Наверное Тактическая Стратегия По-дурацки Звучит Конечно Но именно так Это и есть С которой я столкнулся Поскольку Тогда уже был Warcraft Тогда уже была Дюна Мы понимали Что такое РТС То есть Это И тогда уже Нас Начало Это задалбывать Потому что Каждая миссия В дюне Warcraft Это отстроительство базы Что бы ты ни делал Что бы тебе не рассказали В сюжетной части Мы атакуем В финальной битве И сейчас мы снесем Наших врагов Начинается миссия У тебя Одни казармы Два рабочих Ребят Ребят Только что Мне рассказывали Что мы Наконец Я до этого Уже снес Вообще Все Отстроил Вы что С ума Сошли Что ли Это конечно Раздражало Заметьте Еще 15 лет назад То есть Мы понимали Ну понятно Сейчас опять Начнется Долгое развитие А у противника Естественно База вот Вот такая Вот здесь Даже места не хватает Да 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 Вархаммер Shadow of the Horned Red Это Ну понятное дело Что она ведет Свою родословно От настолки У тебя Всегда был Небольшой отряд Это еще РПГ К тому же То есть Сюжетные ролики Все дела И Ты выставляешь Свою армию При начале Миссии Ты выставляешь Свою армию Можешь докупить Можешь наоборот Пожидиться И оставить деньги На следующую Более сложную Миссию И соответственно Дико выступаешь Про тебя Разные юниты Есть У конницы Вот это Знаешь С разбегу Врубиться У врагов Есть разгон Есть мораль То есть Твои юниты Могут Увидев Огрокрысу Миссии Я до сих пор Ее помню Из колонок Раздавался Рев невероятный И твоя конница Вот просто В реальном времени Разворачивалась И дико сваливала И ты пытался Что-нибудь сделать Ничего Назад Ничего Это Ну сколько Ну 15 Получается Да И вот Все что мы Увидели сегодня То есть Это даже Тизер Ребят Это не трейлер Они еще говорят Они еще повторяют Слова Дай Дай Хьюмон Очень прикольные Чуваки Рад Что именно С Кевиной Будут Но скорее всего Будут наши Противники Я так понимаю Это раса Какая-то Нераскрытая Полностью Нет Раскрытая В играх Она всегда Была противником Но Ты же понимаешь Что именно В настольном Вархаммере Ты мог Собрать себе Эту армию С Кевинов И играть Разукрасить Разукрасить Конечно То есть Для фанатов Вархаммера Раса Вполне себе Раскрыта И играть за нее Можно Если вы настольщик Слушай Понятно Короче С Как это называется Вархаммер End of Time Верминтайн 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 Так А что же еще Случилось С Вархаммером На этой неделе Нет На этой неделе На прошлой Ну или там Несколько недель назад Вышла еще Игрушка Для планшетиков Я не помню Как называлась Варлорд Что ли Это уже Сорокатысячник Это про Прехереси Времена Так называемые Прехереси То есть это Вархаммер 30к То есть если Вархаммер Сороковник Это актуальный Вархаммер Это те события Которые происходят Вархаммер Сорокет Сорокет Происходят Типы сейчас Вот про то Что книги написаны Про большинство Собственно Настольных Миниатюр Сделан именно Про Сороковник Но есть еще Вархаммер 30к Это события До Ереси Хоруса До того Как они разделились На лоялистов И хаоситов Ну конкретно Космические Десантники И именно Про эти события Про раскол Среди десантников Раскол Среди примарков И сделана Вот эта вот Игра на планшетах Название сейчас Я думаю Сплывет Среди наших Читателей И зрителей Но что плохо Друзья мои Но это Как же эта игра Называется Для планшетов Самая популярная игра Самая популярная игра На планшетах Вот самая Самая популярная Хардстоун Не Хардстоун И не Angry Birds А Жанр Жанр Клэш оф Клэнс Вот То есть это на самом деле Клэш оф Вархаммерс И Это Я считаю Что довольно Не солидное Использование лицензии Вот так назовем То есть опять Решили проехаться Я не думаю Что в среде На хромой козе На хромой козе Да Я думаю Что среди поклонников Именно Сеттинга Вархаммера Я не думаю Что там придет Большую популярность Потому что это реально Это Клэш оф Клэнс Это Изъезженные механики Именно для планшетов То есть ничего нового Вы там не найдете Уж тем более Вы не найдете Там погружение Именно во вселенную Вархаммер Это происходит Вот правильно заметили Сколько еще игр Выйдет до конца недели Я даже не берусь судить Потому что Такое ощущение Что лицензию Отпускает любому Мало-мальски Даже неизвестному Разработчику А просто Я умею кодить На тебе лицуху Потом расплатишься Как Unreal Engine Пока мы не перешли К следующей теме Закончил ли Виктор Dragon Age И не осталось ли Послевкусие Что нас всех Обманули Спрашивает Петручка F Значит Часов 60 потратил Прошел Послевкусие Осталось следующее Жозефина Шлюха Не дала Шлюха Но не дала Да Это кстати Удивительный момент Потому что Вы же помните В преддверии выхода Dragon Age Мы только и говорили О гей-порно О вот этом Вынужденном Эротизме То есть Что тебя будут Я сейчас отвернулся В ноутбук На секунду Реально поворачиваюсь Тут гей-порно уже Ну мы говорим Да О Dragon Age Что мы от него ждали И что получили То есть В итоге По прошествии 60 часов Я ее прошел до конца Все окей Всех победил Я не увидел Ни одной Эротической сцены Хотя Я вот пытался Построить отношения С Жозефиной Я не знаю Слушайте Никто не дал вообще Вообще И в отличии От второго И Mass Effect Где фактически Давай будем честными Тебе подкладывали персонажей Ну конечно Прямо Это было Ты понимал Что вот сейчас Что-то будет Если ты вдруг Что-то не то нажмешь Я в Dragon Age Вот я не знаю Что изменилось Они как-то Политику эту изменили Но Как видите Романы там Требуют очень много времени Для того Чтобы это все свершилось И не было такого Что типа Чувак Поехали И вот это Наверное Первое такое Важное Для меня Замечание Которое я По прошествии Драгонейдж Я кстати не понимаю Почему Dragon Age Это самое Вызвал такой резонанс Что кого-то обманули По-моему Dragon Age Никого не обманывал И Ну И так же все ясно Что ждать От этой игры Мы это много раз Обсуждали Ну да Вот Что же касается Арктических сцен То я всех посмотрел На ютюбе Ну да Не подчерочил Я вообще Я не Догадался А знаешь Опять же Отличие Очень мало персонажей Сцен из масс эффекта Приятных От персонажей От эротических сцен Из Dragon Age Во всяком случае То что я видел На ютюбе Как бы До соли не доходит До соли не доходит До соли не доходит То есть доходит До того момента Как типа Ну пошли Да Вот И все Ты знаешь И тут они проснули Окей Но есть смешной момент С этим С рогатом чудищем Да Когда значит Герой играет за Игрок Играет за мужчину И к ним Вламываются Неожиданно Все остальные Такие «Ооооо! Нет!» Это было смешно. Да, да, с рогатом надо поосторожнее. Если вы вдруг хотели попробовать гей-секс с рогатом, извините, я все заспойлерил. Вот. А в целом, отличный Драгонейдж. Не знаю, нет ничего, меня обманули. Похотился на драконов, убил где-то трех или четырех, то есть, не обязательно. Как мы выяснили, что драконы там вовсе не обязательно. У тебя только единственный дракон, который псевдо-архи-демон, которого вызвал Корифей. Корифей, Корифеич. Это единственный обязательный дракон, который босс. А так все остальные, получается, что ты хочешь на них, охотишься, охотишься, хочешь, нет. Ну, как с Кареми? По сути, да. Вот. Просит провести глубокую аналитику на новые цены на игры. Ну, а что сделать? Такая моя глубокая аналитика. Причем в цифре они не дорожают, в рознице дорожают, ну да. Ну, и в цифре будут дорожать, потому что иначе розница не сможет конкурировать с цифрами, а вы же понимаете, вот. Тогда закроются все магазинчики, это тоже ударит по всем, и в любом случае они выросли тогда в цифре. Я думаю, что сейчас, когда действительно покупать или не покупать ту или иную игру, это стало вопросом уже таким важным и принципиальным, потому что ты понимаешь, что ты сейчас отдашь нормальную сумму денег, мне кажется, возрастет, собственно, их ценность и, скажем так, как бы это выразиться... Мне кажется, просто наоборот, людей загоняют в цифровую дистрибуцию. Да нет, это не специально же происходит, никто, наверное, не хочет сделать специально. Скажем так, люди просто будут более ответственны подходить к покупке той или иной игры. И те самые распродажи тоже будут теперь... Ой, Steam опять запустил распродажу. Теперь, наоборот, вы будете ждать некоторой распродажи, вы будете, наоборот, интересоваться, что он выкатил. Не будет таких постов в социальных сетях. Ой, опять распродажи, опять накуплюсь из 40 игр и ни во что не буду играть. Друзья мои, вы же это писали. Посмотрите в библиотеку Steam. Сколько у вас купленных, но не игранных, да, произведений. Так, может быть, начнете с них сначала? Да, да пройди сначала все, что у тебя есть в Steam. А потом уже начнете покупать что-то новое. То есть теперь покупка игры — это ответственное решение. Вот и все. Я считаю, даже в каком-то смысле это здорово. И, например, еще раз говорю, что-то дорожает, что-то дешевеет. Тот же Alien Isolation, который я вот говорил, что это, наверное, самая такая, знаешь, плохая, хорошая игра 2014 года. Игра года на игромании. Ну, вот видишь, а для многих она вообще прошла мимолетно. Некоторые такие, ой, не буду там играть и прочее. Я поиграл в нее фактически уже на закате 2014 года, и она у меня произвела впечатление. Это действительно такая хорошая, плохая игра. И за что ругать ее, мы все знаем, все написали про это. Вот. А за что хвалить тоже очень много. Потому что это такой трибют вообще тетрологии Чужой. Да, да. Тетрологии, да? Это повод пересмотреть все фильмы про Чужого. Я прям после этой игры, как она закончилась, я прям сел. Да, почти что к вентологии. И, наверное, это, ну, такого я бережного отношения к первоисточнику не видел, наверное, ни в одной в игре по лицензии. То есть там настолько все воссоздано, что ты ходишь фактически по декорациям фильма. И, не знаю, ты в нее играл? Я чуть-чуть играл в пресс-версию. Там просто есть момент, когда ты выходишь на поверхность планеты той самой, где вот, собственно, где события первого Чужого, второго. То есть там даже это есть. То есть ты прям в скафандре, у тебя он весь в песке, буре, ты прям ползешь. Очень круто. Очень круто. И я почему, собственно, начался. Сейчас эта игра, например, на PlayStation 4 стоит 1100 рублей со скидоном. Вот прямо сейчас идет скидка. На Xbox One я купил за 1600 рублей, друзья мои. Сейчас игры для ПК стоят такие деньги. То есть смотрите, ищите сейчас. Настало то время, когда не просто заходишь купить, 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 а так начинаешь смотреть. А вот это что за игра? Дай-ка зайду на Gamebox Series и почитаю. Вот, собственно, начинается нормальное отношение к играм, а не вот это вот, знаешь, обвел мышкой купить. Ой, неужто играть? Да-да-да-да-да. Ой, неужто играть. Друзья мои, как только расслабитесь, снова повлияем на цены. Это же все мы. Что думаете об уходе Sony Online Entertainment от Sony? Они теперь Daybreak Game Company. И что? Да, Sony конец. Sony все больше. Нет, Sony конец. Но здесь надо понять, что PS4 сейчас у всех на слуху. И как приставка на уровне международного пиара PS4 явно представлен лучше, чем Xbox One. Хотя на Xbox One игр не меньше, а больше, чем на PS4 даже. И у Microsoft и у Sony помимо их консолей есть еще много всего. То есть Sony это Sony, у вас телевизор Sony, а Microsoft это ясно что еще, кроме того, что у них есть Xbox. И, собственно говоря, мы не знаем, а вы-то не знаете, как на самом деле обстоят дела у глобальных Sony. Не у Sony PlayStation, а у Sony. И не знаем, как дела обстоят глобально у Microsoft, а не только у подразделения, которое занимается Xbox One. Поэтому... Слушай, а речь идет о Sony, да? Sony Online, EverQuest. EverQuest, а также H1Z1. Понятно. Это, к примеру, вариации на тему DayZ. Ясно. Ну, просто теперь это не ассоциируется с Sony. Это компания, с которой Sony вполне может сотрудничать. Не вижу ничего. Ну да, как подрядчик. Ну, то есть для Sony, видите, глобальные онлайновые игры перестали быть приоритетом. Они решили, ладно, ребят, давайте вольные хлеба. Если что, мы вам закажем. Все, пацаны, до свидания. Вы что же, дали EverQuest, что ли, следующий? Ладно, расслабься. Так, нам хочет, короче, позвонить Александр Щукин. Александр, мы надеемся на вашу сознательность. Погнали. Ну, там фоточка... Здравствуйте, Александр. Опасная. Да, добрый день. Добрый. 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 Да-да-да. Так, рассказывайте нам, Александр, что-нибудь. Да, вот мы с братом сидим. Он геймер. Тоже, блин, как и я, со стажем, блин. Мне 40 лет, ему 31. Вот, он в World of Tanks играет периодически. А я практически во всё. У меня вопрос. Просто, почему бы это самое... Так, почему бы это самое? Да. Почему бы это самое? Почему бы вот танки, которые PC-шные, их бы на андроиды не перекинуть? Ну, то есть, именно... То есть, приходится... Вроде играю с того же аккаунта, но, это самое... Вы... ...танки с PC оттуда не перешли. Нет, а вы говорите про танки Blitz или про что? Да, в Blitz всё с нуля пришлось играть. Ну, так, это сделано специально, это не просто так. Во-первых, платформы сложно объединять. Во-вторых, Wargaming, как я подозреваю, интересно, чтобы все платформы, которые... ...на которых представлена их игра развивались в вакууме и круговорот денег там тоже был какой-то свой везде. Я правильно понимаю, что аккаунты при этом едины для всех систем? Да, да. Ну, замечательно. Ну, как бы... Ну, так это разные игры, я не очень понимаю. Представьте себе, вот вы играете на мобильном телефоне World of Tanks, и тут из-за угла на вас выезжает некто, кто играет на мышке и клавиатуре. И при геймпаде. И при этом играет уже 5 лет. Да. А вы только что скачали. Нет, нет, нет. Я понимаю, я не говорю, что соединить Android и ПК. Я говорю о том, чтобы танки вы мне дайте мне те же самые, которыми я уже в ПК заработал. А, это? Нет, это хрена лысого. Так, отключил самый интересный момент. Так. Все, удачи, ребята. Спасибо. Всего хорошего. Честно говоря, я не очень понял, потому что есть... Танки, модели танков. Я понимаю. Модели танков. Он уже заработал модели танков. Ну, я понимаю, но просто для планшетов выпустили танки Blitz, которые самостоятельно играют. И, насколько я знаю, многие вообще пересели с ПК на Blitz, потому что это быстро, удобно и прочее. А вот статистика, кстати, от пользователей X. Границ. Восемьдесят тридцать одна игра в Стиме. Триста семьдесят девять на PS3, PS4 и Vito. И где-то семьдесят на Xbox 360. Играл от силы в десять процентов. Друзья мои, вы сидите на деньгах. Переведите все это в деньги и посчитайте. И отдайте детям какие-нибудь. Как минимум, знаешь, онлайновая благодворительная раздача. Да, да, да. Что ты будешь брать в этом году? Что я буду брать в этом году? Да. Что я буду брать в этом году? Ты пока подумай. Да. Ты знаешь, реально странный вопрос. Ну, не то что странный, сложный вопрос. Я не могу так сказать. Давай так. Ты взял или будешь брать Dying Light? Нет, я не брал Dying Light. И вот ты мне, давай сейчас в следующей рубрике ты мне расскажешь. Я буду тем самым говнарем, который пишет, что поляки... Это прям сейчас. В этом вот все. Рубрика началась. Рубрика началась. Итак, давай разделим роли. То есть я буду тем чуваком, который пишет в Твиттере, что поляки не умеют делать игры. Польский шуторок на вечерок. Короче, очередное польское говно. Наверняка вы встречали такие комментарии. В частности, от меня тоже. Может быть, вы сами их писали. Да. В частности, от меня тоже. Так что, в принципе, мне это сейчас роль близка. И именно по этой причине я опасаюсь брать Dying Light, потому что я не любитель творчества Techland. И, соответственно, сейчас попробуй меня убедить и сказать, что это выдающаяся польская игра. Или хотя бы, окей, ладно, уберем слово «польская», не будем к нему цепляться. Что, в целом, эта вещь стоит 2800 рублей. Или для ПК сколько она? Ну, там, в районе 70 тысячи, да? Напишите, сколько стоит в стиме Dying Light. Просто интересно. На консолях это обойдется вам 2800. Это Shadow of Mordor про зомби. От первого лица. Ну, ты сейчас натянул просто одно на другое. С паркуром. Так. То есть, Shadow of Mordor про зомби, да. Но от первого лица. Смотри, я Shadow of Mordor брал тем, что у тебя задачи из неких сюжетных игровых превращались в личные. Ты хотел играть только потому, что тебя эта арчина долбанная обидела. И ты не бросишь эту игру, пока не накажешь, суку. То есть, игра манипулировала именно твоими вот этими, твоей гордостью. Она прямо уязвила такая и убежала. И ты такой, тварь! Вот. И это очень крутое, на самом деле. То есть, она подарила нам тот геймплей, который будем искать теперь везде. Почему, на самом деле, после Shadow of Mordor Ассасин мне показался очень пресным? Потому что мне неинтересен был сюжет. Мне плевать, что вот какого-то чувака объявили там злодеем. Он для меня не злодей. Это какой-то чувак, там, француз, бегает. А ты должен его убить, потому что он плохой. Да где он плохой-то? Вот тебе сюжетный ролик? Разве он не плохой в этом сюжете ролик? Если не веришь. Если не веришь. Я такой, ну, неубедительно. Но ты должен его убить, чтобы увидеть следующий сюжетный ролик? Такой, да идите вы к черту. А вот, когда задачи персонажа становятся твоими личными задачами, я считаю, это вообще самая удача любого произведения. Вот в Dying Light почему ты сравниваешь именно с Shadow of Mordor? Ну, я сравниваю с Shadow of Mordor исключительно системно. Ничего похожего на Nemesis там нет. То есть, это открытый мир, по которому ты можешь лазить, 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 лазить. Там очень хорошая динамика паркура. То есть, ты вот помнишь тот стендап, где чувак рассказывал про то, что Snake был худшим агентом? Нет, я видел. Английский комик. И вот, в частности, он сказал о том, что игры его бесят, потому что в каждой игре кнопку присесть ставят на, ну, назначают на какую-то другую часть контроллера. И здесь то же самое. Ты реально сначала не допираешь, почему на этих кнопках эти функции находятся. Прыжок там, где у тебя обычно, не знаю, что у тебя там, граната. Чутье, которое позволяет видеть припасы сквозь стены. Ну, не то, что видеть припасы сквозь стены, а сканировать окружение. Находится там, где у тебя в других играх обычно действие. Действие там, где прыжок обычно у тебя. Ну и так далее. И ты вот сначала со всем этим такой типа пытаешься ужиться, а потом ты с этим уживаешься. И у тебя начинается, вот как только ты освоился с этим управлением, у тебя реально вот, у тебя получается разбежаться один, хотя бы первый раз, и пробежать какую-то дистанцию эффективно, так чтобы не задеть никого и не попасться никому в лапы. И ты такой, да, нормальное дерьмо. Вот. Но, по сути, это такой, ну, в большей степени платформер от первого лица, конечно, потому что очень многое завязано на прыжки. Прыжки. Да, на прыжки и на нахождение... И на двойные прыжки. На каких-то высотах. Так. Вот. Соответственно, все самое полезное, естественно, лежит не наверху, а чаще всего внизу, где тебя подстерегают страшные уроды. Слушай, всякое полезное. Здесь есть именно вот это вот, вот это выживание. То есть не просто задание, пойди там, я не знаю, достань что-нибудь по сюжету, а вот ты конкретно такой думаешь, так, знаете что, дайте-ка мне самому полазить по помойкам, чтобы найти, я не знаю, там арбалет. Смотри, по сюжету у тебя там главный герой десантируется в ограниченный от всего остального мира карантинный город. Ему надо найти какую-то формулу настоящего противоядия от этого вида. А то есть он там не случайный персонаж. Да. И ты там сначала сотрудничаешь с выжившими, потом тебя отправляют сотрудничать с бандитами, потом ты выясняешь, что кто-то делает на месте, варит этот антезин. Понятно. И так далее, и так далее. Ну, в общем, это такая необязательная фигня, но смысл в том, что вот то, что касается симуляции, периодически над городом пролетают самолеты, которые сбрасывают ящики с лекарством. И тебе надо успеть быстро до него добежать через все вот эти вот буераки, для того, чтобы его не забрали другие. Смотри, у меня другая причина волноваться. Главное, чтобы это не был Assassin's Creed от первого лица про зомби. Вот точно нет. Потому что я увидел вышку сейчас, увидел эти прыжки. С лыжками там связаны задания. Но там есть, знаешь, это больше похоже на Far Cry. То есть у тебя есть безопасная зона, из которой ты выбираешься для того, чтобы на другом конце карты выполнить какое-то задание. угу. И по ходу продвижения к этому, к этой точке, ты встречаешь места, где тоже можно сохраниться, переночевать там и так далее. Но их надо освободить сначала. А, смотри, подгрузки есть, да? То есть здесь? Да, есть подгрузки. Да, есть подгрузки. Ты эти места освобождаешь, у тебя там появляется безопасная койка, они ограждены там стенами, тебе там условно надо убить там трех зомби, включить электричество и закрыть ворота. Все, ура, безопасная зона разблокирована. Это как Dark Souls. Там твой костер, ты там сохранился и так далее. Зачем нужны сейф-зоны, чтобы разблокировать их по всему городу? Почему их надо разблокировать по всему городу? Чем больше, тем лучше. Потому что в самый неожиданный момент наступает ночь. Ночь, ну у тебя есть часы. Вот сейчас, вот, вот здесь вот. У тебя есть часы. И ночь наступает вот так. И тьма. Вообще, просто реально непроглядная гребаная тьма. То есть это, ну там настолько темно, что, мне кажется, более эффективного света от фонарика в играх давно не было. Реально, я последний раз такой толк от фонарика чувствовал в Doom 3, наверное. Когда тоже черная тьма. Согласен. Большинство игр с фонариками они вообще не понимают зачем. Фонарик, да. Абсолютно. А здесь реально тьма такая, что ты мгновенно теряешь ориентацию. Фонарик наверняка привлекает внимание. Естественно. Ну то есть ты запоминаешь город весь более-менее одинаковый. То есть такие. А ты все время вот в этом закрытом веке. Ну где-то, да. Где ты шаришься. И ты начинаешь ориентироваться по всяким объектам, которые тебе помогают карабкаться. По трамплинам, по всяким кучам мусора там и так далее, и так далее. То есть ты по приборам начинаешь идти, но как только наступает тьма, ты вообще перестаешь понимать, где ты находишься. А, то есть тебе нужно в ближайшее убежище заползти и переночевать. Да. И переночевать. И быстрое время. Да, быстрое время. Вот. Можно переждать. Я тут попробовал. Вот. Но это долго, короче. Но тебе еще за это дают дополнительные очки. По ночью твои силы и ловкость возрастают. И бонус за каждое действие, как ты видишь, за каждый удар он получает плюс к этим самым. Понятно. к силе. За каждый прыжок он получает плюс к ловкости там и так далее. Это все удваивается ночью, потому что опасно. И ночью вылезают такие уроды, которые днем спят. И ты от них вообще не скроешься. От них помогает ультрафиолетовый фонарь, который их ненадолго оглушает типа. Но все остальное время тебе надо в основном бежать. Как, в общем-то, и в случае с просто зомби и даже просто днем, тебе надо больше не биться с зомбарями. Понятно. Мне нравится, как он денежки собирает с мертвых зомби. Я бы вообще не прикасался ни в каком случае. А он еще шарится. Ведь надо найти их еще. Он только что молотом его обработал. Бей бабу молотом. Перед тобой лежит такая туша, знаешь, вот просто кусок мяса. Ты такой не-не-не-не, 15 долларов будьте любезны. Я точно знаю, что у тебя есть. Да, ну и 15 долларов эти они тоже нужны, потому что у тебя в убежище есть магазинчик. Мне всегда нравились товарно-денежные отношения в период постапокалипсис. Так ты знаешь, у нас зомби-апокалипсис, но чувак, 15 долларов это 15 долларов. И бензопила твоя. Да. Что он будет с ними делать, я не знаю, но ладно. Вот, поэтому, ну я рекомендую, на самом деле. Она умеет быть одновременно. В это интересно играть? Да, да. То есть ты в это играешь? Да. Не по работе, а тебе нравится? В свободное от работы время? Да. Окей. С большим удовольствием. И там интересно исследовать город, там интересно, там в принципе красиво. Там страшно ночью. Реально, сука, сука. Вот, вот, главный вопрос. И тебе все время кажется, что сейчас вот ты вот залезаешь на какой-нибудь стол и тебе, верно, сейчас штанину вот так вот вцепится. Главный вопрос. А как в коопчике играется? Слушай, в коопчике, ну, странно. Ну, то есть не страшно, все, забей. Вот. И коопчик. Вот этого, да, тварь, наверняка, Миша? Нет, это просто. Это просто тварь? Да, это просто одна из тварей. Это ужасная была какая-то тварь. Там есть отдельная отличная сцена, когда первый раз с этой плюющейся тварью встречаешься, значит, ты пытаешься залезть там на вышку, чтобы что-то включить, и она падает оттуда, плюется в тебя. Главный герой, он озвучен, но начинает орать, ему по радио говорят такие, Крейн, ты чего орешь? Да, типа, тут какой-то урод, ну, и там много мата, типа, какой-то ублюдок сраный, мать его, плюнул, у которого, значит, кишки торчат изо рта, обблевал меня зеленым дерьмом, вот и ору. Эти такие, ну, да, уважительные причины. Такие, бывает. И Dying Light, она, вроде, с одной стороны, довольно ужасная, потому что там прикольное оформление, расклеены эти объявления о том, что ищут пропавших людей и так далее, так далее. В этом смысле ужасная. Да, музло мрачное, короче. Мрачное, понятно. Да, но она, ну, то есть, ты реально смотришь на все это, это так, ну, забавно. Она, то ли, вот, я не понимаю, она иногда то всерьез, то не себе, потому что тексты, я таких текстов не видел в играх давно, это реально, это просто кошмар. Кошмар копирайтера, кошмар редактора. Это просто ахинея. А она локализована? Дублирована? Нет, она не дублирована, она локализована исключительно субтитрами. Понятно. Окей, не самый плохой вариант, даже, может быть, и лучший. Да. Так что, вот, в принципе, с учетом того, что сегодня уже 5 февраля, а 10-го выходит Evolve, за 5 дней можно освоить, конечно. Ну, смотри. Особенно если вы не собираетесь в, так сказать, Evolve, это все-таки 100% мультиплеерная игра, здесь вполне нормально играть одному. Я поиграл в компании, значит, Логвинова, Овчаренко и еще одного нашего общего товарища. Ну, короче, это цирк на выезде. Логвинов такой, я не пойду в темноту, а вы дебилы, ла-ла-ла-ла. Ляля там, помогите мне! Мне откусили ногу! Вам говорили ночью в сейв-зоне сидеть. Понятно. Класс. Работа в команде плюс 100. Плюс 100, да. Ну и все-все-все герой, ты видишь сразу, как выглядит герой со стороны. Такой бородатый человек. Они все одинаковые? Ну, все трое, да, были одинаковые. Класс. Еще я сделал один занятный скриншот, как раз на PS4 играл. Даг Дайна. Когда все персонажи стоят в одном месте и слушают квест, они реально стоят один в другом и головы в разные стороны. Такие торчат. Это очень смешно. Худший кошмар. Понятно. Но в целом, ну да, да. Не могу не спросить про какие-то технические баги, особенности, потому что мы понимаем, восточноевропейские геймдизайн. Они есть. Они есть в том смысле, что иногда зомби, ты забежал куда-нибудь, а они, сука, пробежались через стену. Вообще неожиданно. Да. Ну, то есть, такое редко бывает, но оно бросается в глазах каждый раз, когда происходит. Вот. Потом недавно вышел патч на ПК, из-за которого все стало дико тормозить еще к тому же. Ну, в общем... Ну, понятно. It's best. А что тебе так не нравится в Techland? У них прекрасные игры выходили для этого. Тоже слегка такие, типа, отстрепанные, но... Ну, я понимаю, что ты сейчас таланты. Хочешь рассказать мне про Call of War? Я не хочу тебе не видеть. Ну, нет, я говорю, естественно, про остров, про Dead Island. Dead Island? Ну, который, по-моему, ну, абсолютно был никакой. Мне тоже так показалось. А вот. Это гораздо лучше, чем Dead Island. Вот я тебе говорю, вот тебе совет человека, который не играл толком в Dead Island. Поэтому вот так. Друзья, также на этой неделе происходит прямо сейчас бета-тест Battlefield Hardline. Заканчивается это счастье 8 февраля. О! Узнаю. Да. Брата Васю. Да, дисплокация. Заканчивается бета 8 февраля, поэтому успеть поиграть это очень весело. Мы буквально позавчера транслировали ее. И я ездил в Guildford в нее играть заранее. Хотя не очень понятно, как бы, в чем была эксклюзивность. Потому что ролики сразу же опубликовали, пока мы сидели. Мы сидим, играем, а уже все ролики в сети. Но я могу сказать, что тот длинный сеанс, который в Великобритании, значит, нам предоставили, ты потом посмотришь. Ладно. Я прям сижу такой. Да, да, да. Не, ну это просто мой любимый режим. Окей. Уже любимый? Уже любимый, да. Все. Выключайте. У меня здесь пульт есть. Дайте мне геймпад. Давай. Да. Hotwire. Твой любимый режим Hotwire? Угон, да. А ты уже поиграл? Да. А, ну рассказывай. Я просто еще, я вот ее только поставил на закачку, убрал консоль в режим ожидания, а потом выяснилось, что у меня в режиме ожидания она на интернет отключается. Она не качала, да. Да. Все эти годы. Ну что? Ну это Battlefield. Я не могу сказать, что я являюсь поклонником Battlefield. Это важное замечание, потому что... Same shit here, на самом деле. Вот. Потому что здесь, скажем так, мнения разделились по поводу Hardline. Вот. Поскольку, давайте будем откровенными, я для Battlefield скорее новичок, чем чувак эксперт. Хотя я играл в Black Company 2 довольно плотно, и Battlefield 1943, он был со временем эксклюзивом для Xbox 360. И, помню, проводил офигенное время на нем. В чем прелесть Hardline, вот лично для меня, да, и таких, как я? Это то, что здесь есть вот такие режимы, как, например, угон, которые рассчитаны на чуваков, которые, в принципе, не любят стрелять. Поскольку любой онлайновый шутер, он рассчитан на скилованных чуваков, которые быстро прокачиваются, быстро находят себе лучшее снаряжение и умеют им пользоваться. Ну, не совсем так. На самом деле, Battle всегда была не только по стрельбам. Безусловно. Но, тем не менее, классические режимы... Скорее выбирает себе не оружие, а скорее выбирает себе роль. Потому что есть пилоты вертолетов, есть пилоты техники, есть вся эта фигня. Да, но ты же понимаешь, что в любом случае, если ты играешь не команду, а ты зашел в быструю игру, то в любом случае, даже если это, не знаю, контроль и отбор точек, то в любом случае, чаще всего, если ты играешь в случайную игру со случайными людьми, это такой навал с одной стороны толпы и с другой. И кто лучше стреляет, тот в итоге и выигрывает. И у кого лучше снаряжение, и кто знает, как им пользоваться. Да. Вот. Здесь же, несмотря на то, что у меня большой пробел в последних, особенно в Battlefield, то есть это и третий, и четвертый, по сути, потому что последний мой, как я уже сказал, Bad Company 2, то здесь я буквально уже где-то к игре пятой нашел свою роль именно в угоне. Вот эти покатушки на машинках, хотя на самом деле очень глупый режим, если так смотреть. Поскольку здесь воюют полицейские против воров, но получается, что и те, и другие действуют абсолютно одинаково. Ну да. В режиме угона полицейские зачем-то должны угонять те же машины, что хотят угнать вора, и в итоге превращают весь город в труху. Зачем они это делают? Я вообще не очень понимаю. Ну ладно, допустим... Потому что это весело. Вот. Допустим, это две уличные банды. По сути, так и есть. Полицейские же это... Я полицейский. Бандиты в погонах, да. Под прикрытием. Под прикрытием. Они изображают другую банду, которые должны также угнать машины. На карте разбросаны в случайных местах некие типа VIP машины. VIP. Соответственно, вы должны их контролировать. То есть, ваша банда или вы один хватает эту машину, начинаете дико ездить по локации. Соответственно, чем больше вы ездите в ней, и находится она под вашим контролем, не стоите, а именно ездите. То есть, как только вы начинаете разгоняться, начинают засчитываться очки. Соответственно, чем больше ваших подопечных, ваших соратников катается на этих машинах, контролирует их, тем больше очков вам засчитывается. Соответственно, другая команда пытается точно так же угонять эти машины. На угнанных машинах несется за вами, стреляет из базуки вам вслед. Другие прыгают вам на капот на мотоцикле, расстреливают к чертой матери вас всех, садятся в эту машину и уезжают. То есть, очень веселый режим. И для тех, кто не привык, да, тем более на геймпаде, надо целиться прям очень аккуратно всегда. Ну, это сложно. Для них специально придумали сразу кучу ролей. То есть, вы можете быть водителем. Вы набираете больше всех очков в итоге. Вы можете оказаться даже на первой строчке, потому что, в отличие от других дураков, который схватил, я не знаю, снайперскую винтовку, куда-то сидел, кого-то отстреливает. Да плевать, на самом деле, что ты собрал большое количество киллов. Да. Надо выполнять задание. Я сел в нужную машину. Все за руль. Ни разу не был подбит. И на первом месте. Ни разу, ни разу не выстрелив. Но, в итоге, я накрутил кучу курков на эту машину. По счетчику. По счетчику, да. И, в итоге, у меня больше очков, чем у этих стрелков. И команда выиграла благодаря тебе. И команда выиграла благодаря мне. И все такие, молодец. Почему, допустим... А ты на консоли играл? Да. Я хотел, знаешь, что спросить? На Xbox One, да. Я хотел тебя спросить, как там с управлением автомобилем? Прекрасно. Потому что я играл на ПК, без руля. И витрил. Да. И я вот в АСД шел. В АСД шел, да. Да нет, конечно. Это странно. Поскольку я буквально недавно в Forza Horizon 2 заново сел и врубился. Вот. И, фактически, меня сажают тоже в такой в аркадный, по сути, автомобильный симулятор. Я разницы вообще не почувствовал. Хотя в Forza Horizon... Плавно управлять. Вообще, короче, катаюсь как бог, перепрыгиваю. А, и почему на самом деле это весело? То есть, допустим, может кто-то подумает, что ага, сел в машину и катаешься, пока все стреляют, гранаты, ловят зубами ножи врагов. Нет, ребят, там в любом случае карта довольно компактная, и вам не удастся проехать мимо всех перестрелок. В любом случае, вы попадете в жесткий замес. Обязательно будут бортовать с двух сторон. Полицейские развороты. К вам в машину будут выбывшие игроки. Они выбирают, куда в локацию переместиться. Если это команда, если это в машине сидят, соответственно, твои соратники, ты можешь прямо в машину, в машине возродиться. Соответственно, рано или поздно у вас на заднем сидении... Родился скорая помощь называется. Да, рано или поздно на заднем сидении у вас нарисуется целая банда, которая будет высовываться из окон отдельной кнопкой. Нажимаешь R2, вжимаешь и, соответственно, высовываешься из окна, начинаешь палить во все стороны. То есть в любом случае у вас будет такой супер райд веселый. Моя любимая роль – это сидеть в фургоне, когда ты двери вот так расплываешь. Да, двери. Фургон – это вообще очень крутой. На мой взгляд, я не знаю, кем ты играешь в батлу, но на мой взгляд, знаешь, есть момент. Берешь механика, садишься на... Берешь механику. Берешь механика на соседнее сидение – это вторая роль для тех, кто не любит стрелять. Садишься механиком и просто чинишь машину во время езды. Если это еще угнанная машина, потому что там есть машины, на которых вы стартуете полицейские на полицейских, но это такие простые машины, на которых нужно доехать до точки, взять VIP-машину и на ней уже уехать. Но, кстати, у полицейской машины есть крутая тема – включить мигалки. Еще рок там играет. Не всегда. Там можно переключать музыку. Типа, включи другую музыку, я под эту не могу убивать копов. Например, там ситуация – выезжаете втроем, впереди бандиты, такие все мигалки включают, такие за ними, давайте мы копы. Да-да-да, очень круто, на самом деле. В отличие от других режимов, которые на самом деле стандартные, там есть режим, где нужно контролировать точки, есть режим про ограбление банка. Банка я вообще не понял, честно. Это была суета, вот этот вот суетливый онлайновый шутер, который я ненавижу. Я к этому как раз хотел вернуться. Во-первых, на мой взгляд, в Hotwire самый ходовой класс – это инженер. Потому что, во-первых, ты чистишь, чинишь тачки. А во-вторых, вот это вот, понимаешь? Один меткий выстрел, и все. И полицейская машина такая летела во враг. Да-да, вот мы видим как раз party van с друзьями. Самое крутое, конечно, это если вы играете по сети с друзьями, и вы вместе, если четверо, вам достаточно сесть в легковушку. Если вас больше, то как раз самый минивэн, туда садится, по-моему, человек шесть. Ну, нет. Да, потому что на первом сидит двое. Один сидит у открытой двери сбоку, двое точно сзади. Нет, один сзади. Двое сзади. Я тебе клянусь. Открываются двери, со мной сидел. Едем в Перово, короче. Вот. И мне кажется, соответственно, еще один чувак сидит с другой стороны. Это реально целая тусовка, которая носится. А минивэны, они как раз относятся к VIP-машинам, которые нужно контролировать. И вот эта банда может защищать свою машину и кататься целую вечность. В итоге начнут с вертолетов. Это вопрос сыгранности, на самом деле, команды. Как и, кстати говоря… Вон, вон, видит, там мотоцикл там сверху. Как, кстати, и то, что происходит… Грузовик, грузовик, что-то уже тема. В Бэнкджабе, о которой ты говоришь. Что это тот самый хайст? Суетная… Суетной, обычный онлайновый шутер. Несмотря на то, что там у тебя, чувак, соратник твой бежит с большой сумкой денег, роняет доллары. Вроде как бы все должно тебе каким-то образом намекать на атмосферу ограбления банка, на фильм схватка. На Payday. А не скорее на кинематограф, на прочее. Но вообще не чувствуется. Потому что ты умираешь, ты возрождаешься непонятно где, ты не понимаешь. Вроде как бы банк уже ограбили, заново грабить. Хотя он уже весь, простите за слово, распидорашен. А там уже начинается с того, что все распидорашен. Вот, да. И ощущения того, что ты грабишь банк, вообще нет. И ощущение того, что просто, короче... Рубка. Обычный Battlefield в городе. Это ты не единственный, кстати, кто такую точку зрения высказывает по поводу хайста. Потому что и разработчики на это, знаешь, готовый ответ уже у них был. Что сейчас просто только бета. Выйдет игра в полной версии. Пройдет какое-то время, когда игроки освоятся с ее функционалом. Потому что там же очень много всяких. Взорвать эту стену, короче, здесь газовую гранату кинуть там и так далее. Я тебе умоляю, я ничего этого не заметил. Я тоже. Но утверждается, что пройдет какое-то время, игроки акклиматизируются и начнут пользоваться тем, что это игра, а не просто рубиться на входе в хранилище. Вот так. Да, да, да. Вот здесь я заметил. Потому что здесь получается Battlefield. Здесь очевидность. GTA. Да. И даже не знаю, что еще. То есть это реально по сути уникальный такой геймплей, который вот предоставляет именно Hardline. И это весело. А главное, что очень динамично. То есть, по сути, нет таких моментов, что там кто-то отсиживается и прочее. Это невозможно. Обязательно все равно случится какое-то событие, и игра провоцирует вас на эти события. То есть, в принципе, я так заметил, что будущий онлайн-шутеров именно вот за таким геймплеем, когда игра создает искусственно какие-то события, где игроки обязательно будут в них увлечены. Даже если ты чувак, который не умеет играть, сел первый раз и прочее, у тебя водоворот событий обязательно захватит так, что ты получишь массу эмоций. А в классических, уже по сути классических игр, типа Battlefield классических, то там все-таки вот эта вероятность событий зависит от твоего скилла. То есть, чем скиллованнее команда, чем скиллованные составы, тем больше вот этих вот крутых вариантов. Если ты не умеешь играть в Battlefield, ты садишься вот в классический вариант захваточек, то тебя просто быстро убивает, и ты вообще не понимаешь, в чем кайф. Ну да. А здесь ты поймешь это сразу, даже если будешь сидеть на заднем сиденье автомобиля. Ты совершишь такой райт, от которого просто выходишь и такой, что это только что было. Это правда, она освежает. И плюс, есть еще какая-то система хакеров, в которой я не разобрался, еще ни разу со мной, может быть просто в бете их нет, но мы видим, что есть состав участников и внизу всегда есть типа место для двух хакеров, для вражеских и для наших. Ни разу не видел, чтобы они работали, вполне возможно, что в бете их нет, но сейчас мы нашли третью, третью по сути профессию для тех, кто не любит стрелять. Мы сейчас нашли водителя, инженера и хакера. Вполне возможно, что в полной версии будут еще какие-то варианты для тех, кто не любит вот этих вот прыжков и ловить гранат в полете. Таких много, как получается. Артур Шахбазян нам пишет, кстати говоря, отвлекаясь от хардлайна. Передаю привет всем товарищам по участию в конкурсе про PlayStation. Пишу твит, внимание, здесь небольшая прелюдия. У нас проходил конкурс, 31 числа был последний день, мы сейчас там разбираем из этой кучи работы, убираем лучшие. Так вот надо было сделать свою какую-то первую PlayStation с чего угодно. Кучу людей прислали торты, естественно. Вязали что-то там, шили, пилили. Так вот, передаю привет всем товарищам по участию в конкурсе про PlayStation. Пишу твит со своего конкурсного макета. Привет вам, это называется. А, а еще не подвели итоги, то есть пока нет. Пока нет. Но я так понимаю, это что-то. Претендент. Интересно. Интересно. Вот. Значит... ПК засунул. По хардлайну понятно. Друзья, бета-версия доступна как на ПК в Origin, так и в PSN и в Xbox Live. Заходите, играйте как Перестукин. Куда сказать? Теглайн мой в Xbox One. Да, Перестукин. Перестукин. Вот так вот. Пользуйтесь. Мой, соответственно, я вам не скажу. Зараза. 10 февраля выходит Evolve. Многопользовательский шутер от создателей Left 4 Dead. Да. Ну и как? Да. Следующее дело. Очень честно. Ну вот мое отношение пока. Да. Сырая котлета. Почему так было? Ты играл в бету? Да, да. Я играл в бету. И еще раз говорю, вот отличный твит прочитал от... Я не помню, к сожалению, кто это написал. Но суть такова, что... Суть такова. Я придумал игру. Суть такова. Суть такова, да. Что интересная игра получается тогда, когда за монстра играет скилованный чувак, который знает, что он делает. И фактически он выполняет роль, знаете, такого аниматора. То есть получается, что четыре чувака пришли развлекаться, а всю... А если за монстра играет лох, то они его быстро убивают? Всю тяжесть работы, всю тяжесть по созданию веселья и атмосферы берет на себя один чувак. И твит, короче, заключался в том, что за такую работу платить вообще-то надо. То есть... Вот этот вот результат... Автоматически не работает. Результат и эмоции за вот эту тяжелую работу, они не соответствуют. То есть четыре чувака веселились, в итоге тебя все равно поймали, да? И грохнули. Грохнули, да? Но ты сопротивлялся. Унизили. Им это понравилось. Шашлык из тебя сделал. Им понравилось, что ты сопротивлялся долго, что это была такая долгая охота. Окей. И такие, молодец, хорошо сыграл. И пошли веселиться. А ты такой весь лежишь такой, просто с группуном воткнутым. Нет, не асинхронный, а анормальный, как называется это? Короче, вот геймплей, когда роли... Асимметричный. Асимметричный, правильно. Анормальный. Анормальный, да. Анормальный вообще, да. А когда роли сильно распределены, вот возникает вопрос баланса. Я, например, за монстры, я им честно, играть не хочу. А я буду играть только за монстры. Я готов даже выходить, когда меня назначают монстры. Ты играл в альфу, ты играл в бету, ты играл во все это. Вот, и да. А плюс, когда ты играешь с людьми, опять же, с незнакомыми. Конечно. С незнакомыми, да? Конечно. То тем более. Это понятно, это понятно. Это как в Hardline играть с незнакомыми мужиками и ехать в одном минивейне. Ты не знаешь, с чем закончится эта поездка. Безусловно, но в Hardline цена ошибки минимальна. Ну, взорвали вашу машину, ну, буквально через 5 секунд едете этим же составом в новый. Такие, а вы нас убили, а вот мы здесь. Цена ошибки в Evolve высока. То есть, ты реально можешь налажать так, что, короче, вас просто всех выносят и ты видал ад. Ну да. Вот. Поэтому... Я, короче, поиграл за охотника. Так. За охотника ты имеешь в виду? За клац-клац. Нет, наоборот. За человека. За человека. Вот. Там просто непонятно, кто это охотник. Первый раз, ну, охотники и монстры. Да. Первый раз я играл за монстра, кстати, на выставке. А вот в Альфи-бете я попробовал поиграть за охотников. Короче, мне понравился лес. Мне очень понравился, как сделан лес. Хватит смотреть геймплей! Я пытаюсь представить это себе. Не показывайте вообще. Геймплей он всегда интереснее, чем живые люди. Это всегда так и было. Так вот. Значит, мне понравился, как сделан лес. В принципе, как сделан уровень, как сделан лес. Круто, круто. Это лучшее вообще, знаешь. Геймбокс. Мне понравился, как сделан лес. Такой лесоруб. Геймбокс. Да. Мне понравилось, на самом деле, монстрам управлять больше, чем понравилось. Больше, чем охотникам. Ну, потому что ты один и ни от кого не зависишь. Во-первых, ты один и ни от кого не зависишь. Во-вторых, у тебя другой какой-то элемент всего этого дерьма. Потому что, когда ты играешь за охотника, за тобой все время гонится какая-то чохань. Вообще непонятно. За тобой все время кто-то бежит. Я не знаю, ты попадаешь в какие-то ловушки. Может быть, опять же, это со временем как-то ты во все это втянешься. Но пока что на первой пробе это выглядит, опять же, хаотично. Слишком много всего надо принять. А так ты за монстра. Короче, ты можешь четыре вещи делать. Кидать камнями, дышать огнем, бить разбега и прыгать сверху. Все ясно. Тебе надо прятаться. Даже когда ты сильно, тебе все равно надо прятаться, потому что так ты их пугаешь. Вот. И, типа, здорово. И все. И жрешь там этих самых. И мне понравились еще эти большие чудовища. Которых ты убиваешь. Ну, ты набираешь при этом много очков эволюции. А если ты убиваешь за охотника, огромное чудовище какое-то. То ты получаешь там какой-то жирный баб на какое-то время. Вот. Ну, не знаю. Ну, мне нравится все в этой игре. Но, я говорю. Даже то, что она многопользовательская мне нравится. И в то же самое время именно это мне и не нравится. Потому что я не знаю, как надолго. Вот. Хватит этой игры. Даже в моем случае. Я как человек, который умеет всадить денег на игры, в которые он никогда в жизни не будет потом играть. Несколько раз со мной такое приключалось. Или будет, но недолго. Или там, не знаю. В общем... Четыре тысячи рублей. Надо об этом всегда помнить. Всегда надо помнить о четырех тысячах рублей. Обычное издание. Обычное издание. То есть не коллекционное. Ну, мне кажется, что эти три тысячи скорее всего коллекционочкой. Это была на вскидку. Это была на вскидку. Мне кажется, что 2,999 сейчас в среднем консольная игра. Шутеры Волв купить. Так, ну, в тени она стоит... Меня просто пейте, научили истории с гигантскими роботами. Вот. И Волв PS4. Три с полтиной. Три с полтиной, да. Обычная версия. Это сейчас. А на ПК? Я думаю, что... На ПК цифра стоит... Полторы? Полторы, да, друзья мои. Полторы тысячи. Ну, то есть это тоже, ну, серьезные деньги. На PS4, кстати, нет коллекционочки. В 11 интересах. Ну, сколько могла бы стоить коллекционочка? Три с полтиной. Так. Коллекционка на ПК стоит Monster Race Edition. Две с полтиной. Ну, это не коллекционка. И две сто Deluxe Edition. Monster Race Edition? Ну, это... Ну, типа цифровая, супер, дупер там и так далее. Да, с кучей цифровой. Все равно надо помнить, что это стоит вот столько денег. Я пока не готов говорить людям, что да, надо брать. Ничего я не знаю. Я абсолютно не берусь за такие суждения, потому что сам реально пока не знаю. И мне кажется, что это большой эксперимент и для самих разработчиков тоже. То есть насколько она пойдет. Слушай, ну сколько онлайновых таких игр сейчас лежит, да, бесхозные? Ну... Вот. Я даже... Сколько? Ну, слушай, я купил себе и... Plants vs Zombies Online, да? Шутер. Два, который... Ну, который онлайн-шутер. Который онлайн-шутер. Да, Plants vs Zombies Garden Warfare. Garden Warfare, да. Поиграл какое-то время. Казалось, очень перспективная идея. Тоже весело, все дела. То есть он такой, типа, несерьезный и все прочее. Но онлайновые шутеры, они всегда про, на самом деле, очень серьезный подход. Как на работу. В любом случае. Даже если Plants vs Zombies. В какой-то момент ты с ним упрешься, что либо ты, короче, начинаешь вкачиваться в скилл. Ты начинаешь разбираться в мельчайших деталях. Причем не только своих, но и противника. Ты должен вообще считывать ситуацию. Либо ты начинаешь просто проигрывать и бросаешь джойстик. Я выбрал бросить геймпад. Потому что, ну черт подери, есть огромные ищуты игры, которые я не играл. И делать ставку на Plants vs Zombies, это не мое. Слушай, вылицал у меня из головы. Ну как же, главный эксклюзив для Xbox One. Про гигантских роботов. Ну как же я мог вообще забыть. Titanfall. Titanfall, конечно же. То же самое. Первое время все дико рубятся. Всем нравится. Все круто. Все весело. Но сейчас у меня Titanfall реально покрылся, по-моему, коробочка с ним. Где-то уровнем пыли впали с толщиной. Ну не хочу сейчас туда возвращаться в свое время. В Halo 4 рубился онлайн. Он классный. Он реально классный. Компания там. Есть огромное количество событий в моей жизни, на которые я хочу потратить время, чем сидеть в онлайновых шутерах. Call of Duty онлайн последний даже не захотел. Хотя наверняка тоже там можно поиграть, в какой-то время повеселиться. То есть, ребят, онлайновый шутер такая вещь, на которых вот нужно как-то... Выросло не одно поколение. Нет, нет, нет. Нужно выбрать один, на нем сосредоточиться и рубать. Ну вот как люди сделали с Battlefield. Ну я знаю огромное количество людей, которые играют в Battlefield 3 вышел, они играют там год. Слушай, вот Миша Бескокотов, бывший главред PC-геймера, вернулся из своего трипа в Индию, пятилетнего. Он сказал, что у него был опыт, когда он сидел что-то год или полтора, вот, ничего не делал, короче, только играл в Battlefield 3. Он говорит, достиг невероятных вообще высот, я мог на вертолете пролететь под мостом, влететь в дырку в доме, чтобы, короче, лопасти не доставали для чего. Вот, он говорит, типа... Освоил. Это, конечно, дурацкий опыт, но такой невероятный. Вот он сидел и играл только в Battlefield, ни во что другое. Потому что игра требует, там реально всегда можно расти. Ну да, если ты хочешь быть мастером, то надо заниматься. Надо заниматься, как спортом. Вот, поэтому, мне кажется, что пытается сейчас, вот, VW сделать, что, дескать, если ты играть не умеешь, бери монстр, который, типа, толстый, да, и просто машет там, и всех убивает. Но за монстра тоже получается тяжело. Давай так, давай попробуем. Попробуем? Нет, 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 попробуем. Надо намутить ключи. Поэтому мне понравился... Чтобы не платить денег. Понравился Hardline, но пока это бета. Я не знаю, готов ли я ради одного режима. Вот. Мы намутим ключи, чтобы не платить денег. Это вот вариант. Попробуем. Попробуем. Намусим вот так вот, как запускатели. Из этой, через сильчика. Да, да, да. А вы участвуете в конкурсе. А вам потом расскажем, да. А вы тем временем участвуете в конкурсе, да, который у нас на главной странице происходит. Мне кажется, нет ничего сложного в том, чтобы качественно вставить монстра из The Wolf куда-нибудь в ваш школьный двор. Чтобы он жрал вашу ненавистную географичку. У вас прям конкурс сейчас идет, да? Да, прям сейчас. А, и разыгрывайте. Да, разыгрываем. Что вы сидите и ждете? Для какой? Для ПК. Что же вы сидите и ждете? Полторы тысячи. Да, да. Полторы тысячи. Разыгрываем-ка ли это самое. Все вот эти и Wolf, и Monster Race, и Deluxe. Три версии. Три места. Здорово. Обычная, необычная и совсем уж выдающаяся. К вопросу о том, что если нет денег, но игру хочется, участвуйте в конкурсах. Кстати, впервые, мне кажется, с последних времен, наверное, цена и интерес к конкурсам дико возрастет сейчас. Потому что раньше, я помню, конкурсы, времена еще, там, не знаю, канобы и прочее, что-то разыгрываем. Все такие... Не, больше всего не нравится. А сейчас выиграть игру. Я рассчитываю. Это приз. Я рассчитываю на то, что перестанут писать вот эти комментарии, типа, опять у вас конкурс для тех, кто что-то умеет делать. Опять, опять надо что-то для того, чтобы выиграть, опять надо что-то сделать. В Wolf, чтобы играть, надо уметь что-то делать. Фантазию надо включить. В любом случае. А что, если я рисовать не умею? Почему вы обо мне не подумали? Ой, сделали конкурс про звук. Ну, я вообще, ну, у меня микрофона нет. Ну, для кого вы этот конкурс вообще делаете? Для кого вообще? Ну, я не могу же участвовать. Сделали другой, там, не знаю, письменный конкурс. Вот, у меня тройка по-русскому, трояк вообще в четверти всю жизнь был. Что вообще вы себе позволяете? Вот. А сейчас с такими ценами, мне кажется, что человек освоит какое-то ремесло все-таки, может быть тут же. По жизни определиться. Стимул-то теперь есть. Хочет ли он дальше жить с тройкой по-русскому в аттестате? И без эволв. И без эволв добавок. Так, друзья. Риск. Риск. Мениск. Буквально вчера, позавчера вышла игра для Xbox One от Ubisoft. Возможно, вышла не только для Xbox One, я рассказываю о своих впечатлениях. Это настолка, то есть это, не знаю, видеоигризация, известная настолке. Риск. Большая мировая карта, стратегическая игра, и нужно захватить весь мир, передвигая юниты. В свое время застал ее еще в настольном варианте, и сейчас просто не представляю, как мы в нее играли, потому что передвигаешь юниты, там, типа, 40 юнитов, не знаю, из Африки нападают на Европу. И реально в настольном варианте все вот эти цифры, которые сейчас есть в видеоигровом варианте, просто написано 40 юнитов. А в настольном варианте у тебя реально просто лежала такая толпа солдатиков. Довольно она простая, то есть чем больше у тебя войск, тем у тебя есть варианты. А как ты в нее играл один? Она вообще рассчитана на... Она рассчитана... Нет, ну можно играть с компьютером, можно играть онлайн. Но я даже... А на одном телевизоре? На одном телевизоре, возможно, тоже. Настольная гребанная игра для компаний. Играю в риск онлайн. Смотри, смотри, здесь есть один вариант. Один нюанс. Это игра от Ubisoft. К сожалению, Ubisoft в последнее время резко опустил планку качества. Мы не... Мы все удивляемся и не понимаем, что происходит с компанией. Но из... Недавний известный скандал, что Tetris от Ubisoft тормозит. Tetris нового поколения от Ubisoft. Он тормозил. Ну это... Представить себе такое просто невозможно. Ну вы понимаете... Да, да. Вот. Что произошло... Мы еще не научились работать с новым... С графикой, да. С новым железом. Вот новое поколение консолей. Вы решили поставить просто какой-то риск, да? Это какой-то... Ну это не тот, который вышел. Он выглядит сейчас более технологически, но зато этот похож на... Именно на настольный вариант. Угу. Вот. Сейчас там более хай-тек вышло такой. А... Tetris от Ubisoft лучше поставить. Да. Ты такой тормозящий. А... Сейчас вышло настолько... Черт подери. Ну что там можно напортачить? Когда весь геймдизайн уже придуман 20 лет назад, вам нужно просто... И тут тебе надо просто откатить все это и все. Да. Что происходит? Игра на Xbox One. То есть игра для Next Gen, где в принципе есть контроль качества и прочее. Игра у меня зависала, вылетала и происходили всяческие вот такие события. Друзья мои. Ubisoft. Я разочарован, правда. Потому что мне кажется, что вот именно на таких проектах ну лажать как-то даже не солидно. Я понимаю, что когда выходит Watch Dogs, огромный первый проект. Там наверняка какие-то могут быть дырки, баги и прочее. Это уже... Ну это не то, чтобы непростительно. Но по крайней мере мы с пониманием относимся к этому. Типа, но зато Watch Dogs 2 будет. Но Ubisoft что-то регулярно почему-то начинает лажать в каких-то мелочах. Причем каких-то вот таких, знаешь, совершенно не обязательно. И вот когда у вас вылетает настолка для Next Gen, ну мне кажется, что... Куда она вылетает? Ну вылетает просто. Она у тебя... На рабочей стол консоли? На рабочей стол консоли. Слава богу, там есть автосейв. Иначе я просто... Написать, что ты там вот строишь там свою империю, стратегию, а у тебя... Причем партия может длиться несколько часов. Угу. И это все бы у тебя вылетало. Слава богу. Ну если в онлайне у меня вылетело бы, я бы наверное реально разозлился. В общем, мне кажется, что у Ubisoft какая-то системная какая-то системная есть ошибка. Я не знаю, с чем это связано. Там с рассинхронизацией отделов, слишком много студий. Одна рука не знает, что делает другая. Но мне кажется, что Ubisoftу надо что-то делать, потому что у нее амбиции много. И Rainbow Six, например, как проект мне очень нравится. Мы ждем Rainbow Six. Да, Rainbow Six. И если он будет. Вот. Но у меня теперь большие вообще реально сомнения, что... Division тоже многие ждут. Division опять же. Вот. И Ubisoftу надо собраться, правда. Assassin's Creed новый тоже многие. Всегда. Собраться надо на Ubisoftу. Всегда. Дико собраться. Потому что, простите меня, в таких вот вещах, в таких мелочах... Фарграй новый тоже кто-то ждет. Я думаю. Да. Просто лажать нельзя. Вот. А в целом, еще раз говорю, советую. Потому что в таких играх это пошаговая по сути стратегия. Она сама по себе, еще раз говорю, очень классная настолка. Ей лет двадцать. Она очень старая. Вот. И я вышел в онлайн. Отлично провел время. И партия, правда, длилась часа два. Но было круто. Нас играло шесть. В итоге мы мир поделили вдвоем с одним чуваком. И вот там вот дикие были руки. Но в итоге он меня вздрючил. Причем так классно оставил. Мне одну, одну просто, вот одну маленькую территорию. Вот здесь, по-моему, как раз Новую Зеландию. Вот это все захватил. И у него была здесь армия, чтобы меня захватить. Но он такой, типа, нет, еще ход посиди и посмотри. А я поупиваюсь своим могуществом. То есть меня так наказал. Ну, короче, сыграл ты, несмотря на все баги. Да, да. В итоге я сыграл. Нет, потому что игра, еще раз говорю, хорошая. Она стоит, причем 800 рублей в Xbox Live. Я не пожалел этих денег, потому что, еще раз говорю, люблю настолки и люблю их видеоигровые варианты. Но Ubisoft, правда, у меня теперь к Ubisoft отношение подозрительное. Давайте вот так. Слушай, перед тем, как мы закончим с нашей сегодняшней телегой, давай кратко. Ты, помимо всего прочего, я думаю, все знают, являешься одним из лиц, представленных на сайте, теперь уже сайте Disgustment.com. Что ты можешь рассказать нам всем о редизайне этого ресурса? Ну, в первую очередь... Давай, Витя, я сейчас тебе буду задавать вопросы на завал. Каково было твое участие в редизайне ресурсов? Большое. Всячески. Большое. Да, да, да. Так. Ну, Петь, ты же не за этим хочешь? Конечно, нет. Ну, редизайн, в первую очередь, это то, о чем мы говорили довольно давно. То есть, мы совершили такую небольшую глупость, свойственную ранним молодым разработчикам заявить об этом до того, как все будет реально сделано. Поэтому заявили о редизайне достаточно рано. Мы хотели в октябре вообще. Да, да, да. Типа год? Да. И прошло достаточно много времени спустя даты релиза. Как обычно бывает это у молодых разработчиков. Поэтому будучи молодым разработчиком, не обещайте вещей. Вот. Но в итоге это случилось. Можете зайти на Disguisingman.com. Теперь это действительно сайт. И в первую очередь, почему люди орут, а где лента было удобно листать? В первую очередь, этот формат, который сейчас вы видите, он удобен тем, что появятся наконец-таки какие-то маленькие небольшие рубрики, которые мы не могли ввести в ленте. Потому что, прикиньте, если мы хотим разместить какое-нибудь сообщение, какую-нибудь новость, какую-нибудь веселую картинку, комикс, еще что-нибудь, но для этого тратить место в ленте и при этом сдвигать какие-то более крутые материалы. Подкаст, который вы видите. И получить комментарии сеть. Да, очень много работы вложено в этот материал. Вот. Теперь, поскольку есть разбивка по рубрикам, теперь можно пускать, я не знаю, в ленту новостей отдельно. Те самые веселые новости, которые мы обсуждаем в подкасте, например, мы теперь можем фигачить для обсуждения и для каких-то веселых твитов и мемов уже на главной. Вот. Поэтому я считаю, что это дикий успех, потому что теперь можем играться с рубриками как угодно и не думать, что же будет висеть на главной в одной большой ленте. То есть теперь человек, которому не интересны какие-то вещи, он может заходить исключительно в рубрики и фигачить комменты про то, что все говно. Да. Тут вот кто-то из... А, вот. Hellraid. Потом к этому вернемся. Да, я жду Hellraid, но вообще говорят, что будет говно и так далее. Я жду, по-моему, в одно лицо эту игру. Вот. Тут спрашивали, что будет дальше. Вот. Может, не совсем по теме, но что будет дальше с отвратительными мужиками? Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Все будет замечательно. Тут у нас в сообществе скриншот замечательный приложили. Сейчас я процитирую то, что там происходит на этом скриншоте. Значит. Yahoo ищет элитный портал. Отвратительные мужики. И варианты. Отвратительные мужики лижут. Отвратительные мужики дрочат. Отвратительные мужики зоофилы. Отвратительные мужики смотреть. Отвратительные мужики фильм. отвратительные мужики с, отвратительные мужики мастурбируют, отвратительные мужики кончают, отвратительные мужики в и отвратительные мужики сосут. Ничего не будет из этого. А я, наоборот, хотел сказать. Сейчас вы просто получили рубрикатор. Хотя нет, ну кроме, ну кроме последнего А вот ВС смотрят фильм. Лижут. Не набирайте на ЯХУ, отвратительные мужики. Пользуйтесь Яндексом, в конце концов. Кстати, Парунету пользуюсь только Яндексом. А что ты поиском в Mail.ru не пользуешься? Хороший. А что, есть что ли? Ну да, прекрасный поиск. Нет, не знал. Все ищет. Нет, у меня по Рунету Яндекс, а вот если нужны зарубежные ресурсы, то Гугл. И картинки, да. По зарубежному у Гугла лучше. А в Рунете у меня Яндекс, кстати, проникновение больше. Глубже. В ИС. Отвратительные. Грязные, злые. Смотрите онлайн. Так будет. Все, друзья, спасибо, что сегодня зашли к нам на эфир. Витя, спасибо, что приехал. Погнали. Завтра записываемся. Да. Не болеем, а то я как-то сейчас странно чувствую. Гриб гуляет. Самые отвратительные создания. Отвратительные фото. Вот. Да, берегите себя. До следующего четверга. Увидимся. Пока. Уф. Продолжение следует...